В Москве это стоит 200 долларов, в Вашингтоне 150. В Америке официально определили, где проходит правовая граница между подарком и взяткой. Впрочем, сидящих за коррупцию там тоже хватает. Каковы они национальные особенности барашков зеленой бумажки, выяснял Александр Жесков. Офис этой нефтяной компании находится на главной улице Вашингтона, Пенсильвания-авеню, между Капитолием и Белым домом. Но даже близость к власти не помогла нефтяным магнатам избежать преследования. Органы юстиции подозревают их в даче взяток чиновникам в развивающихся странах. По американским законам это преступление. Нефтяники об этом знают и говорят, что сами готовы бороться с коррупцией в своих рядах. Если расследование подтвердит, что наши топ-менеджеры давали взятки, это грозит компании огромными штрафами. Поэтому мы приняли внутреннюю антикоррупционную программу. В нефтяной компании говорят, что увольняют по пять топ-менеджеров в год, пойманных на откатах. Здесь даже начали издавать собственную наглядную агитацию. Прямо в холле повесили вот такие антикоррупционные плакаты, которые каждый день напоминают руководителям компании и ее клиентам о том, что запрещено давать и брать взятки. Вот если бы у нас, например, в Газпроме или в любой другой крупной компании появилась бы подобная наглядная агитация. Для топ-менеджеров проводят специальные тренинги, где объясняют, чем отличается подарок от взятки. В компании установлены лимиты на представительские расходы. Например, в России мы платим за обед с официальными лицами максимум 200 долларов, а в Америке не более 150, потому что жизнь в Москве дороже, чем в Вашингтоне. Между тем, по американским законам, чиновники не вправе принимать знаки внимания, стоимость которых превышает 20 долларов. В России, как известно, запрещены подарки дороже 3000 рублей. В случае миллион долларов было потрачено в России на цветы и коньяк. Бывший прокурор из Калининградской области Виктория теперь борется со взятками в России из Америки в качестве аудитора. Она проводит антикоррупционные проверки российских фирм, с которыми сотрудничают американские компании. Очень много в последнее время расследований, когда менеджмент действительно преследуется по закону, уголовное преследование происходит, а также члены совета директоров. То есть в Америке невыгодно платить взятки. Закон, преследующий американские фирмы за взятки и откаты даже на территории третьих стран, был принят в США еще в 70-е годы, рассказывает начальник Виктории Томми Бишоп. Однако активно применять его начали только сейчас. Самый большой штраф, который уже был уплачен по этому закону, составил 1 миллиард 600 миллионов долларов. Впрочем, в самой Америке тоже не брезгуют ни взятками, ни откатами, особенно когда речь идет о госзаказе. Ведомство по обслуживанию правительства, аналог нашего управ делами президента, недавно оказалось в центре громкого скандала. За прошлый год были осуждены 12 чиновников. За взятки они заключали контракты с подрядчиками на обслуживание нужд федерального правительства в Вашингтоне. Интервью в департаменте юстиции США мы заканчиваем вручением сувениров из Москвы. Спасибо вам за сувенир, но я должен отдать его на экспертизу в Комиссию по этике, а они решат, могу ли я принять такой подарок от вашей телекомпании. Александр Жестков, Ирина Рачковская, Алексей Фоменцов, РЕН-ТВ, Чикаго, Вашингтон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова